Как понять, твой страх нормальный или невротический? На самом деле, для этого есть как раз специалисты, которые с этим разбираются. И если вас это действительно начало беспокоить, то имеет смысл у них проконсультироваться. Но в целом мы должны понимать, что любой невротический страх обладает свойством ограничения нашей деятельности. То есть, условно говоря, если вы, например, боитесь, что у вас случится сердечный приступ в метро или в общественном транспорте, и вы перестаете пользоваться общественным транспортом. Это страх невротический. Если вы боитесь покинуть квартиру, потому что вам кажется, что в этом случае с вами что-то случится, или как-то на вас плохо среагируются и так далее, и вы предпочитаете избегать каких-то встреч, публичных мест и так далее, это страх невротический. То есть, критерием невротического страха являются ограничения жизнедеятельности обычных людей. Если вы боитесь прыгать парашютом или ездить на мотоцикле, это не страшно. Это можно бояться, разрешается. Но если вы боитесь ездить на велосипеде, при том, что у вас все в порядке с опорно-двигательным аппаратом, это уже вопрос.